Здравствуйте! Вы спрашиваете, как избавиться от тараканов. Я вам с удовольствием отвечу, как избавилась от тараканов я в своё время. Значит, первое, если вы живёте в коммунальной квартире, то, конечно, прежде чем избавляться от тараканов, вам нужно договориться с соседями и прийти к общему сомнению и вместе травить тараканов. Потому что у вас, если общая кухня, туалет, ванная, тут вы одна не справитесь, нужно вместе с этим бороться. А в таких квартирах, обычных квартирах, значит, что нужно обратить внимание на венканал. Обязательно там должна стоять или решёточка, или сеточка такая мелкая, или же, если у вас этого нет, то закрыть кусочком марли. Ну, потом марлю, конечно, или часто менять, или часто стирать. Потом, откуда приходят тараканы? Значит, вы, допустим, их уже там потравите, избавитесь от них, но они же приходят от соседей. Они приходят через окон, они приходят через открытую дверь. Вы заходите, они заходят. Летом жара, они по стеночке поднимаются, и через форточку, где так это они с щёлочкой, и заходят от соседей к вам в квартиру. Вот венканал, двери, окна. То есть вы травите, а они к вам приходят власти. Потом нужно, конечно, следить за тем, чтобы краны были сухие. Вот вы там помыли посуду вечером, да, и потом насухо всё вытираем. Крошек, чтобы не было на полу. Потому что эти насекомые любят хорошо кушать, да, любят вкусненькую еду, крошечки. И любят что? И любят пить водичку. И выбирать, конечно, место в квартире для еды, какое-то определенное место в квартире. Или кухня, или столовая у вас есть. То есть не так, что, допустим, вы едите в спальню, там, идите в комнату, там, в библиотеки свои. То есть если у вас везде-везде будут крошки, особенно там, где вы читаете, и там, где много книг у вас, то тараканы, я вам скажу, тоже любят читать, но они читают по-своему. Им там очень-очень нравится, там тепло и уютно. И потом, когда вы возьмёте эту книгу, где они там пожили месяц-два, то бывает, если вы редко убираете, то и побольше, да, то эту книгу и сам не захочешь читать, и кому-то не дашь. То есть она будет вся-вся испачкана, очень-очень неприятна будет. Поэтому вот сами должны проследить. Ну, какой самый такой эффективный способ борьбы с этими тараканами, да, это, конечно, дихлофос, и там подобные эти химические препараты. Я с химией не дружу, ни от того, что я такая не хочу, мне просто я не переношу химию, мне тяжело. Но, тем не менее, в своё время я пробовала, когда был дихлофос, вот. Это способ, я вам скажу, эффективный. Тараканы можно вывести, но выводишь, и они опять приходят. Всё равно через некоторое время они опять появляются. Но это же там какая уборка? Во-первых, дихлофос – это ядовитое вещество. Значит, нужно подумать сразу о цветах, их нужно спрятать, убрать, животные с квартиры тоже нужно убрать. Потом всё это открывать и нанести продукты, обязательно продукты убрать с квартиры, чтобы продукты нигде не держали. Всё это наносится на все поверхности, и в шкафчик, если вы уже хотите от этого избавиться, по всем уголочкам нанести на 2-3 часа. О себе тоже нужно подумать, одеть хотя бы масочку, одеть очки, потому что это всё-таки очень такой ядовитый препарат. А потом через 2-3 часа нужно же всё это убрать, всё это нужно вымыть тщательно, обязательно. Опять проветривается квартира, и только потом уже можно всё это расставлять. То есть работы очень и очень много. Делала я, допустим, ещё вот эти шарики. Значит, варила яйцо, брала желток, борную кислоту, муку и не сахар, а сахарная пудра, то есть ну и смельчённый сахар. Так сахарную пудру была. Делала эти вот шарики. Ну что я вам хочу сказать? Ну, как бы такого эффекта я не наблюдала. Ну, кажется, их становилось меньше. Но всё равно они были. Как бы вот уменьшилось, так всё равно не было. я этот способ, как бы, ну можно попробовать. Ну вот так это мне не очень понравился он. Потом вот карандаши были раньше. Сейчас, наверное, тоже есть эти карандаши. С карандашом работать легко и просто, потому что тут же не нужно столько вымывать, вычищать, выносить. Просто карандашом наносишь по поверхности, там, допустим, плинтуса, подоконника, двери, там, шкафчики сверху, уголочки. И он потом где-то через некоторое время там вытираешь, вымываешь всё. И, ну опять-таки, он немножко помогает, но прусаки появляются, приходят, и опять, конечно, ну нужно с ними бороться. Вот такая тщательная уборка, ещё, знаете, тоже, она вот одна из самых эффективных, это применение нашатырного спирта. Но не все его переносят, допустим, многие женщины. Но его нужно буквально очень и очень мало для уборки. Это где-то на литр, ну полчайной ложечки. Даже достаточно, но раз 10-15 капель. Знаете, почему? Потому что, допустим, может быть, ну, я не ощущаю этот запах, да, вот, а насекомые, они ощущают. и если обрабатывать при уборке шкафчики, полочки, столы, пол, мыть, давлять нашатырный спирт, то никаких насекомых практически в квартире не будет. Они не заводятся. Это так уже, просто я говорю к слову. Значит, самый эффективный способ, вот самый эффективный способ, который я попробовала, и который помог, и действительно избавилась я от тараканов, вот, и забыла, как они, где они, какие они, сведу, ну, так-то, да, это теуран. Я в то время даже не знала, что этот порошок называется именно теураном. На кабельном заводе по великому блату дать мне дали такой порошок. Он белого цвета, этот порошочек, это не порошок, это просто я вам наглядно показываю, он такого белого цвета, видите, такой белый цвет, его нужно брать, чтобы он был, говорят, чтобы не сильно там был просроченный, ну, не знаю, так или не так, говорят, что еще он совершенно безвреден для человека, и животных, и растений, но я тоже этого не знала, поэтому как, что я делала? Смотрите, я брала просто на листике бумаги, да, брала крышки и насыпала этот порошок, и вот в таком вот виде я ставила вот эти все листики на все поверхности, то есть на полочке в шкафу, в шкафчике, где хранились у меня продукты, сверху, по всем уголочкам, уголкам, где венканал, на полу, везде-везде, под столом, все, где только можно было это расставить, можно ставить, просто вот так вот на полу расставляла, даже можно чуть-чуть еще больше брать поверхность, так вот, побольше листик, и все вот это вот, и что я вам скажу, и оставляла, значит, я держала 2-3 дня, потом убирала, но если он безвреден, то можно его оставить и на дольше, буквально, сейчас я вам скажу, через сутки, или прямо уже, через пару часов, да, вот это проходило, иначе вы выходите на кухню, где там их очень-очень большое количество, и эти прусаки, они все выползают на потолок, и вам только нужно иметь пылесос и все это убрать, значит, сделайте таких 2-3 процедуры, и вы забудете об этих тараканах на всю жизнь, как забыла о них я, вот это вот самые-самые, эффективный способ, и от тараканов, и пусаков, и от моря, кстати, и от рыжих мурашек, вы мне спросили, вот как бороться с рыжими муравьями, точно так же можете бороться с рыжими муравьями, вот такой простой, простейший способ, сейчас уже не нужно иметь плат на кабельном заводе, сейчас теорам продается, можно спокойно его купить, так что вот я рекомендую только это средство, вы сказали, да, но если вы будете настоящие, именно настоящие тюраны, как все, как положено, чтобы было, то всего вам доброго, чтобы у вас не было этих таких неприятных соседей, как тараканы.